МОНОПОЛИСТ На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Карелия в огне. Наш регион признан одним из самых пылающих в России. Горят полторы тысячи гектаров карельских лесов, сообщает лесной портал Карелии, ссылаясь на источник в авиалесоохране. Хуже обстоят дела только в Якутии. За сутки в республике обнаружено 18 новых очагов огня. По сводке МЧС в Карелии зарегистрировано 25 лесных пожаров. Горят почти полторы тысячи гектаров. В ближайшие двое суток в республике прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Ситуация усугубляется неготовностью техники для борьбы с лесными пожарами. Как нам сообщили в профкоме Северо-Западной авиабазы охраны лесов, на сегодняшний день в исправном состоянии находятся лишь два вертолета Ми-8 из 11 единиц техники, необходимой для пожаротушения. При этом один из двух вертолетов находится на дежурстве в Петрозаводске, второй на тушении лесных пожаров в Сегежском районе. Наиболее серьезной остается обстановка в лесах Муизерского района. К полудню там горели 60 гектаров. Но представители местного лесничества уверяют, что реальной угрозы для жителей района нет. Ведь бывало хуже. Да, на практике уже были такие пожары. Если мы вспомним 10 и 12 год, у нас в 10 году в один день было от сухой грозы 25 пожаров. Но да, на этой ситуации мы справились. Поэтому на сегодняшний день 6 пожаров. Я думаю, в сравнении с этим видно динамика, что ничего страшного не должно случиться. Огонь в Муизерке пылает в 10 километрах от поселка Волома, в котором проживает порядка тысячи человек. На борьбу с лесными пожарами в Муизерском районе брошено более 200 человек. Особый противопожарный режим введен и на территории Петрозаводска. В зеленой зоне города запрещено разведение костров и посещение лесных массивов в районе Ботанического сада, а также урочище Чертов стул. Перебои с поставками сжиженного газа в Петрозаводске в ближайшие дни не прекратятся. Такой неутешительный прогноз дали специалисты акционерного общества «Корелгаз». Нет денег – нет газа. Закупочная цена на голубое топливо выше тарифа, установленного республиканским правительством. Проблему сейчас решают в экстренном порядке. Народ, мягко говоря, недоволен. В этом доме на проспекте Александра Невского жильцы организовали что-то вроде дежурства. Появляется газ – все тут же бегут мыться, греть чай, варить суп. Такой момент прозевать нельзя. Я старый человек, мне 83-й год. Я не могу мыться. Соберусь и газу нет. Вот так. А вечером я не могу. Днем надо мне мыться утром. А вечером я уже падаю. В чайнике подогреваешь, потом наливаешь в тазик и живешь в благоустроенном доме. Потому что так не включается газовая горелка от того, что плохой газ, вот слабый. Дежурить нужно и на кухне, когда на плите чайник. Форточку не открыть – газ едва теплится. Погаснуть может даже от легкого дуновения ветра. Недалеко до беды. Да и газ у тебя заплатила сейчас 570 рублей. Ну, за счетчик. Одна. Да. Живу. За счетчик. Ну, 4 человека мы платим 300. Ну, там еще проценты берут в Деркатцах. Вот. А в Гургазе… И постоянные перебои, да? Перебои, я говорю, с октября месяца. Вот как начались, так и идут. В Карелгазе признались. Проблемы с поставками сжиженного газа в городе возникли с ноября прошлого года. Закупочная цена на топливо выше, чем официально установленный тариф. Как результат, в 2011 году убытки предприятия 24 миллиона рублей. В прошлом году уже 40 миллионов. В официальном заявлении для прессы представители Карелгаза надеются на субсидии из республиканского бюджета. Цитата. Была своевременно проведена вся требуемая организационная работа по подготовке необходимой документации для выделения бюджетных субсидий. Но в силу дефицитности республиканского бюджета предприятие дотаций до настоящего времени не получает. В республиканском правительстве подтвердили, заявка на получение субсидий от Карелгаза действительно есть. Чтобы деньги выделить, необходимо внести поправки в закон о бюджете, они уже подготовлены. Их рассмотрят на ближайшей сессии карельского парламента. Вопрос может решиться или не решиться в ближайшие две недели. Тем временем жильцам дома на Невского все равно кто виноват. Люди исправно платят, а газа у них как не было, так и нет. Наблюдатели уже выразили недоумение. Почему солидная организация Карелгаз не может взять кредит, а уже потом погасить его с помощью республиканских субсидий. Ефим Овчинников, Александр Борисов. Телеканал Ника+. Движение на проспекте Невского будет открыто через два дня. Еще какое-то время займет нанесение разметки, но обещают, что это не затруднит движение транспорта и не создаст проблем жильцам ближайших домов, которые вчера превратили свои дворы в баррикады. Этот двор сегодня мало чем отличается от других. Ну, если только машин немного побольше. Но еще накануне, в день, когда перекрыли движение на проспекте Невского, здесь проходила линия огня. Вы не имеете, я вам поставлю. Возмущенные тем, что их двор стал проезжей частью, шумом машины, грубостью водителей, жители двора весь день стояли на баррикадах. Такого от горожан власти Петрозаводска не ожидали. Сегодня Николай Левин принес извинения всем жителям города за неудобства, которые им приходится переживать в связи с ремонтом проспекта. К великому сожалению водители, в том числе и грузовых автомобилей, рванули почему-то во дворы. Объезды все приготовлены, спокойно есть дороги, по которым можно проехать. Там Володарского, там Загородная улица и так далее, Кузьмина. Но вполне можно проехать. Нет, поехали во дворы. Конечно, пришлось вмешаться. Я отправил сюда представителей администрации. Выставили посты, наряды и быстро все это отрегулировали. Конечно, приносим извинения жителям, которые увидели, что во дворы рванулась техника. Но мы, честно говоря, не ожидали. Мы думали, что водители поступят более цивилизованно и более разумно. Неудобства придется потерпеть и водителям. В ближайшие два дня на улице Маршала Мерецкого будет тесно. Зато новый проспект Александра Невского порадует и пешеходов. Для них сделаны тротуары и водителей. На новое дорожное полотно гарантия 7 лет. Асфальт – щебеночно-мастичная смесь. Это новый интересный вид асфальта, малошумный. Делается специально для того, чтобы было меньше проблем по содержанию автодорог. Потому что, в принципе, асфальт кладется без стыков. Насладиться новой дорогой водители смогут, если не помешает погода, уже в выходные дни. Затем начнется стройка на проспекте Ленина. Там, пообещали в администрации Петрозаводска, постараются не повторять ошибок, допущенных на проспекте Невского. Также этим летом должны привести в порядок улицу Чапаева и Шотмана. Все работы должны быть закончены до 1 сентября. Кандидаты в мэры от партии «Единая Россия» снова встретились с горожанами. На этот раз с жителями Перевалки. В 22-й раз в Петрозаводске прошли «Праймерис». Это такой тип голосования, в котором выбирается один кандидат от политической партии. От «Единой России» на пост мэра сейчас претендуют 9 человек. Но выбрать нужно одного. Возможно, самого достойного. Возможно, он и будет представлять партию на выборах главы города, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Так примерно можно разделить выступления участников «Праймерис». Нынешний глава города Николай Левин, конечно же, уверен, что Петрозаводску есть чем гордиться. На Перевалке построен новый детский сад, библиотека, идет ремонт улицы Чапаева. Остаются задачи, связанные с строительством муниципального жилья. Аварийное жилье – это очень серьезная проблема в городе Петрозаводске. Мы думаем, что вот этим вопросом будем уделять серьезное внимание. Андрей Макаревич сосредоточил свое внимание на том, что не успела сделать команда нынешнего мэра. Он считает, что город стремительно теряет свою былую красоту. И предложил, чтобы сделать Петрозаводск чище, ужесточить штрафы для тех, кто не может донести отходы до мусорки или выбрасывает окурки из окон машин. Самая молодая участница «Праймерис» Кристина Алехина пока еще учится в университете, но считает, что молодость в вопросах управления городом скорее плюс, чем минус. Это поможет власти слышать народ. Услышать женский голос призывает и Лариса Бойченко. Она напомнила собравшимся, что не раз за все 310 лет истории Петрозаводска мэром города не была женщина. И, возможно, именно это шанс для нас на лучшую жизнь. А вот бизнесмен Сергей Авишев считает, что для Петрозаводска сейчас самое главное – создать команду грамотных управленцев. Считаю, что сегодня городу Петрозаводску необходимы именно антикризисные управляющие. Далее это естественное устранение и решение тех текущих проблем города. Это такие как дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура. Юрий Шабанов призвал всех задуматься, нравится ли им то, что происходит сейчас в городе, и пообещал, что если он станет мэром, то улица Пархоменко на перевалке будет отремонтирована. Ну а Илья Косинков рассказал, что он, как представитель профсоюзного движения, уже давно нашел ответ, как сделать так, чтобы Петрозаводск развивался и процветал. Нужно ввести гражданский контроль. Например, если общественники будут контролировать, как идет ремонт дорог, то они точно будут сделаны на совесть. Сохранить и приумножить то, что есть в городе – главная задача, которую ставит перед собой Анатолий Рождествен. Работу мэра он собирается начать с планирования. Должна быть четкая стратегическая программа на пятилетку с четкими приоритетными направлениями. Это установка сроков, это постановка задач, это установка на места именно профессионалов, своих профессионалов, которые могут ставить задачи и спрашивать с них. И самому мэру уже жесткий спрос за выполнение поставленных задач. Из девяти кандидатов в предвыборах на перевалке выступили только восемь. Андрей Фитцев уже не первый раз отказался от участия в внутрипартийной гонке. В результате больше всех голосов получил Николай Левин. Второе место занял Андрей Макаревич. Ольга Пименкова, Александр Борисов, телеканал Ника+. Вы смотрите новости телеканала Ника+. Мы продолжаем наш выпуск. Впервые в Петрозаводский академический симфонический оркестр Московской филармонии. Для выступления на фестивале «Онега-классик» приехали 90 музыкантов, почти полный состав. Но не все смогли уместиться на небольшой сцене карельской филармонии. Зрители теснить не стали. Решили, публика важнее. Один из ведущих симфонических оркестров России вновь в дороге. Только был Ижевск, завтра уже Псков. В Петрозаводск фура с инструментами и сами музыканты добрались без происшествий. Главный дирижер Юрий Симонов в 1969 году стал первым советским дирижером, победителем международного конкурса. Жюри оценило способность входить в контакт с публикой. Уже тогда о Симонове говорили, как о защитнике большой музыки. Вот и сейчас маэстро старается публику воспитывать и искренне не понимает, когда главной певицей страны называют Аллу Пугачеву. Публику отвлекает телевидение на всякие глупости, на всякие американские фильмы. Музыкой почему-то считается джазовая музыка, рок-музыка. Это все тоже называется музыкой, хотя это не должно называться музыкой. Это должно называться, так сказать, каким-то производным словом. Детей Симонов называют очень серьезной аудиторией. Публики в залах становится меньше и нужно ее, как говорит маэстро, воспроизводить. Сочинил уже четыре сказки. Их исполняют оркестр и чтец. Музыка, самые лучшие ее образцы чередуются с текстом. Здесь главная образность классической музыки. Вот ребенок, которому 5-6 лет, он через 2-3 года, ему будет 10-11, опять придет. Через 2-3 года, когда будет 14-15, он опять придет на какую-то другую, третью сказку. А потом окажется, что ему нравится классическая музыка. Дирижеров Симонов разделяет гастролирующих, приглашенных, работающих за гонорар и постоянных, думающих на каком произведении, мастерство оркестра можно показать во всем блеске. Для него это главное, поэтому на поводу у приглашающей стороны никогда не идет. Сам составляет программу. Ему доверяют, как человеку, который знает, как создать хороший оркестр. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+. Июнь – сессия музыка, а также Брамс, Штраус и Битлз. Наконец-то, спустя два года с момента задумки, оркестру Карельской государственной филармонии удалось таки сыграть на лестнице перед университетом. Два года подряд музыкантам приходилось играть в фойе из-за непогоды. Сегодня солнце, ну и вы уже знаете, июнь – сессия музыка. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Наши новости ищите в интернете по адресу nika.defismedia.ru Вас еще ждет гость студии, а у меня Дмитрия Николаевна. Сегодня все. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...